Во дворике на улице Боцманская 21 мая было шумно. Жители окрестных домов организовали собрание. На их придомовой территории, где расположена площадка для сушки белья, детская площадка, где растут деревья, недавно были замечены геодезисты и граждане с бумагами и планами. На вопрос жителей, что вы тут делаете, был ответ. Здесь будет супермаркет. Жители обратились за помощью в город-администрацию. 28 числа, в школе 22, я вместе с районными депутатами делаю депутатский отчет за полгода нашей работы. Николай Корпеев теперь будет разбираться, кто же собирается застраивать придомовую территорию на Боцманской. А на другом конце города, на улице Генерала Мельника, люди тоже борются не только за придомовую территорию, но и за роскошные сосны Станкевича, замесенная в Красную книгу и сейчас попавшие за строительный забор. Это сосна Станкевича, она в Красной книге. Люди, которые здесь сидят, эти люди сажали эти деревья своими руками. Вот девочки молодые пришли с детьми. Они прямо говорят, вы быдло. Мало того, первый раз, когда они представители вызвали БТИ, началика БТИ, они вызвали сюда представителя. Он говорит, мы с вами разговаривать не будем. Строители поначалу не были настроены конструктивно общаться и пытались скрыться на своем автомобиле. Кто хозяин стройки, не признавались. А вы можете дать нам контакты? Контакты вашей фирмы? Как она называется? Кто и что здесь будет построено? Ну, как бы еще раз. Можно я развернусь? Не, не было. Ну, подождите, ответьте, пожалуйста, на мою вопрос. Как-то некорректно с вашей стороны стоять у машины. Сменив днев на милость, строители все же показали свою площадку. И тут стало ясно, почему Бюро технической инвентаризации, оно же БТИ, отказывалось принимать какие-либо жалобы жителей. Хозяин будущего дома, бывший депутат горсовета, он же начальник БТИ Игорь Харченко. Кусок соснового бора под застройку отдал городской совет. Владелец пока гарантирует сохранность зеленой зоны. Здесь будут красивые, благоустроенные дорожки для детей, площадки детские. И, естественно, зеленые насаждения мало того, что в большинстве будут сохранены и новые высажены. Здание среди софин планируют построить за год. А пока местные жители и их дети занимаются партизанскими действиями. Иногда заваливают забор, поджигают бытовку, кидают в ограждение камни. Елена Анисимова, Игорь Демченко, Севенфорумбюро. Специально для телеканала ИТВ, Севастополь.